Украинский спасательный самолет, который отправился для эвакуации людей из Непала, пробудет в индийском Дели до 3 мая. Как сообщил председатель госслужбы по чрезвычайным ситуациям Зарян Шкиряк, правительство Непала дало разрешение на прием украинского самолета в аэропорту Катманду лишь на эту дату. На горе Карачун построили временную телебашню и запустили вещание украинских телевизионных каналов. Установка новых датчиков позволит существенно улучшить распространение сигнала украинских телевизионных каналов на Славянск и Краматорск. Кроме того, в рамках программы восстановления вещания на оккупированных и прилегающих к Луганской области территориях, комиссии принято решение о предоставлении временного разрешения для расширения сетки вещания телеканала «Эспрессо». Протесты в связи со смертью афроамериканца Фредди Грея, находившегося в полицейском заключении в Балтиморе, распространяются на другие города. В четверг сотни человек вышли к зданию городского совета Филадельфии. Люди выразили обеспокоенность в отношении случившегося, а также в отношении полиции в их родном городе. Я надеюсь, люди поймут, что мы сыты по горло нашей судебной системой, которая должна начать выполнять свою прямую задачу – предоставлять нам правосудие. Я вижу это как движение за права граждан. Я не могу просто сидеть дома. Если вы не делаете ничего, чтобы поддержать происходящее в связи с жестокостью полиции, если вы храните молчание, тогда вы становитесь соучастником этого. Собравшиеся выкрикивали «нет правосудия, нет мира» и «черные жизни имеют значение». На охрану порядка было направлено несколько десятков полицейских. Тут проходят протесты, это можно понять. Но мы также будем здесь, чтобы защитить их права. Это то, что мы должны делать. Полиция должна защищать конституционные права всех людей. Мы верим в это. Мы собираемся это делать. Протест в Филадельфии последовал за несколькими днями беспорядка в Балтиморе. Там демонстрации перерастали в стычки с полицией и сопровождались погромами, поджогами и мародерством. Фредди Грей скончался 19 апреля, проведя под стражей неделю. Арестовали его по подозрению в криминальной деятельности. Сотни студентов вышли на улицы Милана, заявляя о своем несогласии с проведением международной выставки Экспо-2015. Она открывается сегодня и будет работать полгода. Протестующие недовольны высокими расходами и коррупционными скандалами, связанными с организацией мероприятия. Полиция оцепила центр города и перекрыла движение транспорта на время демонстрации, которая местами перерастала беспорядки. Часть протестующих забросала краской магазин, а также разрисовала окна одного из банков. Еще одна группа закидала яйцами офис. Ожидается, что в ближайшее время в Милане состоится многотысячный протест антиглобалистов и защитников природы, которые тоже выступают против выставки. Между тем, премьер-министр Италии считает, что всемирная выставка в Милане станет символом экономического возрождения страны после нескольких лет кризиса. Ожидается, что за шесть месяцев работы Экспо-2015 посетят около 20 миллионов человек. В Музее искусств имени Ханенко в Киеве показывают старинный костюм королевы Елизаветы, который посетители в основном видят на древних полотнах. Его составные части – платье, юбки и корсет. Чтобы раздеть королеву Елизавету, нужна была помощь не менее двух фрейлин. Ведь в картинах, особенно в портретах, то, во что человек одет, всегда безумно интересно. Анастасия говорит, костюм мог не только рассказать о статусе и предпочтениях героя картины, а деяние указывала на год написания полотна. По нему даже определяли автора. Например, благодаря платью инфанты Маргариты ученые определили, что автор ее портрета все же не Веласкес, а его зять. Дизайнер Екатерина Лишенко, автор порядка 30 работ, представленных на выставке, особенности кроя и тканей, узнает из старинных картин и книг. Многие из пошитых ею платьев когда-то могли стоить, как целый город. Нижняя сукня была декоративной ткани, не только в тех местах, которые было видно. Они экономили на тканине, потому что она была очень дорогая, и поэтому заднюю часть, которая под сукнью, могли сделать больше простой. В те времена процесс облачения в платье был особым ритуалом, но женщины не жалели на себя времени. Они за собой следовали, они сидели полдня, пользовались различными косметическими засобами, делали зачистки, занимались декорированием чего-то, они вышивали, они просвячивали себя себе. Анна, которая сегодня в роли Елизаветы, рассказывает, в таком одеянии ощущает себя совсем по-другому. Сменивается статура, постава, сразу выривняется хребет, сразу хочется дивиться на всех, за верху, вниз. Хочется нести себя, уже не хочешь идти швидше куда-нибудь. Хочется плавно, худой. Сергей Гуньков занимается изготовлением исторического оружия. Говорит, аналогов его реконструкции доспехов герцога Тирольского в мире нет. Здесь использованы характерные для готики ребра, очень много ребер по всей длине, ажурные. Появились у нас уже канелюр и рандель, которая защищала подмышки, она не крепилась жестко, она на кожаном ремешке. Костюмы, представленные здесь, показывают не только красоту и вкус их обладателей, но и величие средневековой Европы.